Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Из Латвии собрались высылать порядка 100... нет, не 100, порядка 1000 человек русских по национальности, по всей видимости, скажем так, тех, кто не является латышами, приезжие там и не сдали на гражданство, не сдали экзамен, не сдали язык и так далее. Вот на болотах уже пошел вой, боже, как так можно, значит, выселять людей? А я сам себя спрашиваю, у них время было выучить латышский язык с 1991 года. Это сколько лет прошло? 9 и тут еще 20... 30 с чем-то лет было, да, времени выучить латышский язык. Но эти люди сидели и ждали в Риге русские танки. Вот, ждуны, да, глубоко презирая национальность тех людей, на голове у которых они сидят, плюя на законы Латвии, наплевав на историю, на культуру с той страны, в которой они живут, да, и тупо ждун такой сидит и ждет, когда, наконец-то, дорогой, любимый его сердцу русский танк проедет по улицам Риги. Не дождались, не дождались, Путин, про идеи, не сработало, танки путинские сгорели в Украине, и, соответственно, ждуны сейчас собирают чемоданы. Немного ждунов, на самом деле, тысяча, это немного. Смотрите, в общей сложности, я тут посмотрел статистику, порядка, ну, скажем так, условно говоря, русских, там не только русские, я так понимаю, в Латвии порядка 445 тысяч человек. Из них 300 тысяч спокойно сдали себе экзамены на получение латышского гражданства, получили это гражданство и уже живут, уже и забыли, уже и забыли, что это вообще какая-то проблема. 140 тысяч за 30 с лихвой лет не умудрились выучить язык, да, в стране, в которой они проживают. 30 лет, ну, как вам срок такой, да, нормально. И тысяч, только тысячу из них сейчас высылают домой, значит, в болота, туда. Ну, они же в соцсетях, видите, что пишут? Путин, пройди, Путин, помоги, Раиса вперде, значит, все на России хорошо, все, значит, должны жить, как Россия. Ну, так замечательно. Вот теперь у них будет, так говорится, возможность вернуться к истокам, вернуться к той стране, за которой они везде на каждом шагу топили и чьи танки они ждали на улицах. Я так понимаю, что в Улан-Удэ, Уфе, Сыктывкаре им очень понравится. И, собственно говоря, вот своим друзьям там где-то на скамейке, сидя перед заплеванным подъездом, где-нибудь, не знаю, в каком-то, господи, прости, там, Сыктывкаре или еще что-нибудь, они расскажут, как ужасно им жилось в этой фашистской Латвии и как хорошо дышится полной грудью напротив сортира системы свободного падения там, на России, туда, там, куда они всю жизнь стремились. ГУЛАГ ждет вас!